Какие впечатления от выступления? Хороший публик, очень хорошо понимал. А по поводу самого проката, что можешь сказать? Лучше, чем Сочи. Ну, что-то аксель только не получился. Не получился. Переволновалась может? Не на пару повлиять, вот вначале вас так приветствовали, или еще во время рассказа? Нет, мне очень помогает, мне не очень помогает поддержка. А как вам в Самаре, вы впервые вообще на этом видео огорели? Я не знаю, была в Самаре на шоу, я просто не знаю, на какой огорели. Возможно, на этой. Ну, как в целом, как лед, как зал? Все очень хорошо, мне очень понравилось. Саша, писали, тут каток меньше, это как-то влияет или привыкает? Нет, мы тренировались, специально ограждали, чтобы было так же. То есть вы заранее как-то готовились именно к этому дома? Саша, раз про поддержку зашел вопрос. У тебя недавно запрещенной соцсети стал миллион подписчиков. Насколько для тебя это важно? Да, я очень хотела миллион. Не знаю, какой-то такой, ну, это прям круто, я считаю. Вот, поэтому, да, мне очень приятно. Очень спасибо, что столько человек меня поддерживает. Так, у вас еще вопрос, что круче, миллион подписчиков или пять четверных, не знаю, чисто прокатать? По-моему, очевидный ответ, да, пять четверных, это сложно, это, ну, это очень мало человек могут в мире. А, ну, миллион подписчиков у многих есть. Что нужно сделать, чтобы два стало миллиона? Что нужно сделать? Да. Не знаю, буду стараться радовать. Люди подпишутся, хорошо. Как провела три недели вот между Сочи и Самарой? На чем готовили в сервис порядки, со здоровьем, там, где болеют? Да, все хорошо. Два шоу выступала. Как бы, ну, вроде интересно было. А, кстати, по поводу шоу, как вообще, не страшно было летать под куполом в арену? Ну, нет, мне было страшно, ну, не страшно, мне было волнительно, что я не сделаю так, как я запланировала, потому что репетировала я на льду один раз, час, и все. Вот, поэтому это было, конечно, просто, ну, тоже волновалась очень, чтобы перевернуться, потому что нужный момент надо, если не попадешь в там, ну, так же, как и на льду, если не попасть вот в этот маятник, то не повернуть, ну, не перернуть ноги. А, действительно, без страховки все было? Да, ну, да, мне сложно, они затягиваются сами от веса, и, ну, выпасти невозможно. Участие в шоу между этапами помогает как-то перезагрузиться, разгрузиться, или наоборот, немножко сбивает вот с этого жесткого настроя? Ну, не помогает, а не сбивает. Выступаем, мне нравится, люди поддерживают, только в зал, это было очень приятно. Просто, вроде как, ты боишься высоты или нет? Ну, высоты я боюсь, наверное, все-таки, когда не контролирую процесс. Здесь я точно знала, что надо сделать, потому что, когда мне убедили, что не может быть, ну, несчастных случаев и так далее, мне, в принципе, было не страшно. Саша, вот после выступлений на прошлом этапе Гран-при, вернусь к соцсетям, ну, наверное, тебя, можно сказать, что критиковали. Вообще, следишь ли ты за тем, что говорят специалисты там на сайтах, в соцсетях болельщики? Не, ну, я даже если читаю, мне это никак не сбивает, ну... Ну, читала ли ты, что Александр Жулин сказал? Может, нет, я не знаю, я так не обращаю внимания. Саша, здесь очень классная собака, мы уже обратили внимание, что тебе понравилось, его зовут Рамос, хотела бы забрать себя, может быть, такого же? У меня очень часто много собак, пока что остановлюсь, наверное. Спасибо. Спасибо, большое, удачи. Та, скажи, что сама думаешь по поводу... Ну, в целом, конечно, я снова недовольна прокатом, хорошо, как бы... Каскад абсолютно не тот, что он запланирован, был запланирован у Фринбергера, уступ, это, видимо, в воздухе я перестраховалась, возможно, ну, какая-то причина, но... Сделал услуг, аксель, ну, такой аксель, и будем над ним еще больше работать. Услуг чисто на истинках каких-то, да? Ну, всю жизнь отработана. То есть решение поменять каскад прямо, оно вот во время прыжка пришло? Думаю, что даже когда я по земле вылутся. Не во время, а когда я по земле, да. А если вот разбирать все эти падения, у тебя есть какое-то понимание, почему это происходит? Недостаточно повторов, элементов, не знаю. Наработки, не хватает наработки. Это, я думаю, что должно прийти с тысячным повторением. Здесь важнее, наверное, как-то восстановиться, да, чем именно выиграть во что бы ни стало, да? То есть тебе нужно как-то... Нет, у меня сейчас, в принципе, на всю мою парьеру это не... Ну, как бы, места это понятно, то есть хочется всегда быть первым, лидером. А главное катать чисто программу, тогда ты будешь лидером. А то есть когда ты падаешь или делу косячишь, ну, как бы при сильных соперниках, там, в каком-то финале или на какие-то этапы гран-при, ну, не получится выиграть. Тогда завтра перестрафовываться или, наоборот, ты скажешь... Нет, я не буду перестрафовывать. Не твой стиль, да? Да. Спасибо, всем удачи. Как их впечатление? Возвращение, наверное, да, это можно назвать? Я, на самом деле, очень рада здесь находиться. Перед соревнованиями боялась, что буду сильно переживать, не справлюсь с волнением. Но как только оказалась на льду, услышала поддержку зрителей. Я поняла, что очень сильно соскучилась. И в целом мне уже никакие преграды нипочем. Я просто рада находиться на этом году. А что по выступлению он может стать? В целом прокатом довольна. Но такая ситуация, что была быстрая подготовка к этим соревнованиям. Я вышла три недели назад на новых коньках. И поэтому набор немного облегчен. Но в целом я довольна. Я считаю, это хорошее начало. Вышла на новых коньках и обыграла Труссова. Это провокационный вопрос, я считаю. Провокационный. В данный момент мне просто повезло. Потому что с Сашей я не стою на одном уровне. Хорошо, давай тогда продолжу. Потому что, ну, а ради чего тогда продолжать? Разве не для того, чтобы обыгрывать соперниц, обыгрывать турнир и так далее? Ну, я в первую очередь предпочитаю соревноваться с самой собой. Я стараюсь обыгрывать себя в прошлые дни и усовершенствоваться в будущем ежедневно. Стараюсь работать над всем. Ну, сегодня-то получилось обыграть себя? Считаю, что да. А что нужно сделать, чтобы завтра себя обыграть? Так же спокойно, не волноваться, выходить и просто получать удовольствие от катания. Аня, извини, мне кажется, не все, может быть... Ну, чтобы прозвучало, а через что-то прошло, ты можешь вообще сказать, что в последние месяцы было? Потому что, ну, многие, может, даже могли и забыть. Прости, пожалуйста. На самом деле, вопрос с травмой я не готова пока глубоко обсуждать. Могу сказать, что это было сложно. Но я рада, что я справилась, рада, что я пошла. Но в эти месяцы не думала завершать, всегда была нацелена. Или, может быть, были, проскакивали мысли? Ну, конечно, как спортсмен, который полтора года не выступал. И понимал, что просто не может, не в силу того, что не хватает физической силы, в силу здоровья выйти на соревновательный лед, конечно, были мысли закончить. Но я рада, что со мной были мои близкие, тренерский штаб. Они всячески меня поддерживали. И мы находили силы для того, чтобы работать дальше. В будущем, может, планируются элементы ультра-Си или пока так приходится? Я бы очень хотела выучить. Но в первую очередь нужно подумать все-таки о здоровье, чтобы окончательно восстановить новую. И уже, да, идти дальше. Я хочу полу выучить. А, то есть Тернатвург – это самое близкое из перспективы возможность представить? Ну, по секрету. Я исполняла его не так круто. Но вот перед травмой уже были попытки на выезд. Класс. Вот как сложилось так. Анна, можно еще про мотивацию спросить? Вот что стало, ты когда думала продолжать, не продолжать, что тебя, кроме близких тренеров, мотивировало продолжить? Таких обстоятельств у вас? Ну, наверное, я прекрасно понимала, что фигурное катание – это на данный момент вся моя жизнь. Сколько вложено усилий, времени, просто всего. И просто так оставить я не могла. Я понимала, что я не выдала свой максимум, еще не показала полностью себя и хотела все-таки выйти. Ну и, наверное, еще наши фигуристы, все фигуристки, которые… Ну, я восхищаюсь ими, они через столько трудностей проходят, выходят и всегда показывают высочайший уровень катания. Поэтому мотивация тоже из них чертала. Будем ждать у тебя тогда. Спасибо, Владимир, спасибо. Спасибо. Спасибо за завтра. Спасибо. Спасибо. Спасибо.